Сегодня я собрал трёх своих друзей и предложил устроить гонки ключ на ключ. Кто-то из нас сегодня заберёт сразу 4 авто, ну или останется ни с чем. У каждого из нас в кармане 10 минут и 4 миллиона долларов на покупку машины. За это время и за эти деньги мы должны выбрать именно ту машину, которая, возможно, приведёт к победе. Перед стартом гона каждый участник ставит на кон свою машину. И тот, кто наберёт больше очков по мере прохождения испытаний, побеждает и забирает все 4 машины. Ну что ж, друзья, всем огромный привет, с вами Качдали, Кофе и добро пожаловать на новое видео. Наши эпичные, экстравагантные, интригующие гонки продолжают. И сегодняшняя серия получилась очень интересной. Именно поэтому досматривайте до конца. Перед началом этого ролика вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте заразить, прожать кнопку лайка, подписаться на канал, подписаться на телегу и на второй лайв-канал. Я вас и где жду. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Ну что, пацанчики, сегодня мы с вами аккуратненько на кондициях берём 4 миллиончика, залетаем в автосалон, покупаем машину и ставим её на кон. Я напоминаю то, что сегодня один из нас заберёт себе абсолютно весь купленный автопарк. Сразу 4 машины. У каждого из нас есть 10 минут на покупку машины, и я думаю, мы готовы начинать. Так что каждому из вас желаю удачи и напоминаю то, что машину с модами тоже можно покупать. Запретов никаких нет, за исключением мотоциклов их брать нельзя. Значит, мы покупаем сами только машины. Всё, поехали. Ну что ж, дамы и господа, время пошло. 10 минут ровно начинается с этого момента. Опять же, сегодня наша задача за выделенный бюджет купить хороший автомобиль. Либо автомобиль, который приведёт нас не только к победе, но и к приобретению новых тачек. На что я сегодня очень сильно рассчитываю. Первым делом мы едем в банк, не нужно положить 4 ляма на счёт, и уже после этого мы едем смотреть машины. Значит так, подписочники. Я ещё не знаю, что можно было бы купить до 4 миллионов. Но на самом деле, в первую очередь, нужно добраться до... Нужно добраться, конечно же, непосредственно до платинового автосалона. И там уже решить, что, как можно сделать. Он сейчас мне в... Нет, не въедет, кстати, никуда. Ну ладно, поехали. Какой же я тупой. А чё я еду? А чё-то нам файвиду надо... Ааа, тупой, файвид это реально... Ой, опять выигрывать всех надо, опять завозить контент надо, опять W контент делать. Сейчас, ну сейчас, 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 сейчас. Вообще, кстати, я не смогу купить себе транспорт, пока у меня не будет куплено место. Поэтому сначала сюда. Ох, друзья, 4 миллиона, конечно, бюджет очень серьёзный. И на эти деньги можно действительно много найти чего интересного. И, ребят, впервые сегодня, наверное, хочу попросто полазить по списку модификаций. Может быть, реально... Это нормально? Что это такое? Ёбаный в рот. Я нашёл свою машину за 4 ляма. Вот она. Вот она просто, понимаете, которая умеет летать. Просто бестия. Короче, я сейчас подъеду, введу бюджет 4 миллиона. И буду, ребят, просто смотреть любую машину. Абсолютно любую, которая способна быть дешёвой и разгоняться очень динамично. Потому что, ребят, модификации иногда решают больше, чем цена. Так что, ребят, сейчас мы это и посмотрим. Вылезаем из машинки, покупаем быстренько свободное место, которого здесь нет. Я потерял время просто так. Понятно, спасибо. Чинаазес. Всё, применяем. И у нас... Воу! Дабл! Чего, блядь? А почему она такая дешёвая? Ладно, мы её закинем в тест-драйв. Какой-то хуйня. Ну, хз. FC трасса 330. Кстати, хорошо. Так, вот это интересно. Может ехать хорошо. Я сразу все закинул. Мотоцикл нельзя. Квадровый течь. FC... ФТ пас. PLS. Вот RS 7 хорошо ехала, я помню в своё время. Итак, попыточка номер 2. Парковщик, здравствуйте. Купить свободное место. Оплатить. Так, ещё раз оплатить. Сумма 100 долларов, чтобы на 2 часика мне хватило. А теперь можно смотреть машины. Так, ну ладно, ребят. Давайте посмотрим, какой список, в принципе, автомобилей возможен... Оооо, подожди, стоп. Я, ребят, давным-давно когда-то здесь видел RX-8 Мазду. Вот на такую приехать на гонки было бы реально очень круто. Но RX-8, она, по-моему, очень редкая. Она эксклюзивная из контейнеров. И, конечно, найти её будет крайне-крайне сложно. Так, мотоциклы нам, получается, брать нельзя в Ford Raptor. Это слишком колхозно. Ооо, квадровитэч, пацаны. Вот эта тачка, конечно. Подождём, она же, она же, она же реально... Стоп. Она же реально, по-моему, по-моему, она едет хорошо. Ну-ка, тест-драйв. А, надо у салона быть. Ну что ж, дамы и господа, открываем торговую площадку. И чисто на кондициях залетаем и смотрим, что у нас есть. Давайте, в первую очередь, мы с вами проверим вкладку редкие автомобили. То есть, это эксклюзивные. И давайте сразу врубим фильтр до 4 миллионов баксов и сделаем, наверное, сначала подороже. Ну, ребят, ну, вот тут купите на кондициях. Сразу первый у нас кубимобиль, но вряд ли эта машина приведёт нас к победе. Я думаю, вряд ли. Значит, сейчас быстренько ознакомимся вообще в целом с вариантами. Но, как я понимаю, здесь их не особо много. Единственное, что мы можем рассчитывать, это машина на Мадаг. Я надеюсь, мы сможем... ФТ на Мадаг натратит 300. Вот это я понимаю, прям то, что надо. Ну, я не сомневаюсь, что это классная машина или 100% крутая. Но, да, я думаю, что здесь мы вряд ли сможем что-то купить. Вот тоже у нас есть машины на Мадаг. Но я не думаю, что они едут супер-супер быстро. Поэтому давайте мы сразу перейдём во вкладку платину. Мы уже будем смотреть наличие автомобилей здесь. Ебать. Блядь, но она не управляется. Вообще говно по управлению. Она вообще не едет. Боже. А можно? Было получше за эту машину. 300 едет в городе. Ну, что-то такое, естественно. Если РС-6 быстрее, я РС-6 возьму. РС-8 что-то... Об... Не. Всё, забейте, забейте, забейте. Забейте мне нахуй. Это... На ней даже срезать нельзя. Стопудово. Олег. Мишарич, он такой. Их, батя, р-8. Просто 10-10. И сосочка. И возьмёт. Трасса 270. 270-280-280. Ну, салон, конечно же, да, лялись. Ну, что же, я на месте. Поехали. Так. Блин, у меня маски никакой нет с собой. Ну, ничего страшного. Ладно. Так, ну, давай будем смотреть. Олег, кофе уже тут, как тут. И Макс Фрюшовский уже тут, как тут. А я тем временем залезаю в транспорт. Делаю фильтр от 4... Точнее, от... Давай 2-500, наверное. Вот так вот, до 4 миллионов. И летс гоу смотреть. Итак. Мотоциклы запрещены. Но я сейчас что-нибудь найду, отыщу. Надеюсь, что будут моды какие-нибудь. Было бы неплохо. Ой, это как вообще? Фото-мод за 500к по самой... Я хочу проверить эту машину. Хотя... Ладно. Давай проверим. Тест-драйв. Не, ребят, ну на такой малыхе на гонке-то при... Ой-ой-ой. Нет. Это нам точно не подходит. Хоть, конечно, она и вписывается в бюджет. Хоть вроде она и едет, но, ребят, это задний привод. Это задний привод. Мне кажется, это сразу вариант отлетает. Потому что тут на ней даже ехать просто нереально. Но в целом вариант был бы очень прикольным. Конечно, выглядит она очень футуристично. Но нам она не подходит. О, управляется охуенно. Нихуя киберпанк. Ну, кстати, кому-то бы... Ебать, у неё колёса эти широкие! Да, она хуже едет, не, говно, говно, говно. Из избранного можно убрать смело. Поворачивает машинка, конечно, так себе. Едет, ну, в целом, 300 и она едет. Шутки про тракториста можешь оставить при себе. Кстати, подписочник. Ну, типа, 286, я понял. Типа, поворачивает она относительно плохо. Ладно. Так, а вот тут интересный вариант. Ты смотри! Р-8 есть, да? А Р-8, по-моему, вот именно этого года, она едет неплохо, да? Она где-то едет примерно в диапазоне, ну, где-то около 300 км в час, да? В целом, неплохо, но как будто бы можно найти интереснее. У нас тут есть СЛС. Блин, СЛС-пушка. Но за 4 ляма как будто дороговато, нет? Учитывая то, что здесь он продавался за 3,4 вообще, да? А тут он продавался за 3,6. Тут он вообще стоит за 4. И всё из-за того, что... Ну, это СЛС, ребят, вы должны прекрасно понимать. Короче, варианты есть. Р-7. Как будто бы, кстати, это то, что нам надо. Но опять же, я хочу найти какую-нибудь крутую тачку на модах, потому что моды это реально тема. И каждый раз моды приводили нас к... Панамера есть, кстати, смотри. Тоже очень хороший вариант, на самом деле, под наши сегодняшние гонки. Да, без модов, но она быстрая. Она быстрая. Ну и пока машин с модами я никаких не вижу. Но давайте просто посмотрим. Возможно, что-нибудь да получится найти. Слушайте, ребят, смотрите, R8, FFT мод за 500к. Кстати, слушайте, по-моему, на R8-ой-то приехать, она должна ей вроде и наваливать неплохо. Ну-ка, подожди, тест-драйв. Так, нет, стоп, покупать пока рано. Я возьму машинку... А что, почему машины так появляются, я не понимаю. Слушайте, это, по-моему, же она еще и может кабриолетом стать. И она, по-моему, она же, по-моему, еще и полноприводная. Но, ой, как... Нееет, ну по управляемости все плохо, не, не подходит. Сам чел написал 330. Надо, типа, когда на кочку берет или что, блядь, потому что она 280 или есть. Ну вот, 300. Боже, блядь, R8-ая не такой плохой вариант. Блядь, 280. Quadro VT лучше, чем R6. Нормально? Смотри, еще одна FT-шечка. Это у нас X5. Давай на него я тоже гляну. Просто посмотреть, что он из себя будет представлять. Хотя я вижу, что здесь максимальный угол поворота, сцепление поворота и резкость входов. Ну ладно, давай просто я попробую. Эта машина едет гораздо хуже, чем предыдущая. Ее, по-моему, кстати, уже кто-то из пацанов купил. Я ее в списке не видел. Ну, ну, такое, короче. О, ничего себе, что здесь есть. Смотри. Это же Porsche Carrera GT. Вот эта тачка должна точно наваливать. Я прям в этом уверен. 3,9, да? Слушайте, каждый раз, когда мы поднимаем планку нашего ценника, тачки, на самом деле, открываются поинтереснее. Ну, тут вот у нас есть две R8. О, Моцзи 500к по самой цене. Подожди. Ну, вот у этой R8 еще мод стоит данная резкость поворот, что не может, конечно, не радовать, но он особо роли-то не сыграет. Короче, я пока что думаю насчет вот этой Carrera. Либо R8, либо R7. Короче, у нас Audi и Porsche, да? Только, ну, это наши основные фавориты. Давайте быстренько Carrera GT сейчас быстренько на тест-драйв возьмем, посмотрим. О, и какой цвет, ребята, просто посмотрели. Диски, конечно, не очень, да? Ну, ничего. Так, давайте смотреть, на что у нас способно. Пока что едем 210. Ну, мол, 270 было. Управление желает, конечно, оставляю желать лучшего. Цвет, конечно, подкупает, но вот диски я бы поменял, честное слово. Ну, а так, 311, 320. Как будто бы смотреть другие машины не надо, потому что как будто бы Carrera GT вот прям то, что нам надо, не а? Как будто бы надо брать ее, но давайте посмотрим еще, на что способна R8, и уже после этого будем принимать решение. Блин, прикинь, это все, то есть тут не так уж и много автомобилей, если сотреть от 2,5 миллионов. Вот это я вообще не понимаю, что это за такое, блин. Едет, скорее всего, ужасно. Высота подвески, колеса, шилдик, ширина колесной базы. Скорее всего, едет ужасно, и типа это полная фигня, но чисто ради интереса. Эмм, я понял, ну, агрегат прикольненький, конечно, но смысла в нем ноль. Бля, он быстрее, чем на R6, которая новая, бред, 330 так же, она как R8 едет. Бля, не, это бред, это 312, 310, но кочки она не ловит. Но R8 пока фаворит, в чем реально R8 пока реально фаворит, бля, пожалуйста, пусть я ни к нему. Слава богу, Порш. Порш, мне кажется, тоже хуйня. Ну, бля, ну, кстати, ебать, он управляется. Но едет он хуёво. Короче, походу, реально R8, походу, я куплю. Хотя я её хаял, но она реально хорошо едет. Так, и берём, получается, в тест-драйв R8. Это та, которая стоит мод на резкость в управлении. Ну, чё-то как-то... А чё с ней, подожди? Подожди, нет, вообще как будто... Не-не-не-не-не. Ребят, у неё какие-то проблемы с поворотом. У неё реально... У неё очень большие проблемы с поворотом. Прям большие... Не-не, вот это мы точно... От этого мы сразу отказываемся. Это не то, что нам надо. Не, ну, конечно, ребят, за такие деньги можно присмотреть себе и M5 F90. Но, кстати, вот в отличие от R8, она чуть-чуть лучше вошла в поворот. Хотя бы она не уебалась в дерево. Тем самым не убив меня. Но, опять же, ребят, это, скорее всего, по трассе будет максималка 310, 330. А, ну, она даже еле 300 едет. Ну, короче, да, ребят. По-моему, не самый лучший вариант. Я пытаюсь какой-то найти FFT. Какими-нибудь дополнительными модами на скорость. Потому что это всё-таки тоже интересная тема. Но, да, однозначно эта бэха нам не подходит. В общем, я думаю, нам нет смысла смотреть дальше автомобили. Я сегодня реально рассчитывал взять какую-нибудь на модах крутую тачку, которая сможет разгоняться до 400 км в час. Но, мне кажется, в этом нет никакого смысла, когда есть вот такая машина. Поэтому я предлагаю взять её за 3 900. И оставшиеся 100 тысяч я бы просто потратил на то, чтобы диски поменять. Короче, всё, ребят. Мой выбор такой. Я купил себе этот Porsche. Так или иначе, надеюсь, я сделал правильно выбор, купив именно эту машину. И, надеюсь, именно она приведёт меня сегодня к победе. Поэтому давайте сейчас едем за ней. И на оставшие деньги, как я сказал, мы просто поменяем диски. Потому что, ну, они мне вообще прям не вкатывают. Ну, кстати, его хоть и закидывают, но его контролить легко. Блядь, ну, хуй знает. Но мне кажется, он не едет. Если та ехала где-то 300, 312 я видел. То вот это сколько будет ехать? Ну, по разгону, конечно, такое себе. 280 она ещё только набирает обороты. Чё-то вроде бы писали, что 330 по трассе она едет 250. Вот уже 270 вроде бы. Не, фигня полная. Я думал, она будет быстрее. Так, ну, вообще, ребят, я нашёл какую-то сливу. И там было написано 10 модов. Я не понимаю, что это за моды. И есть ли там моды на скорость? Ну, конечно, ребят, тут плохо, что машинка-то заднеприводная. Но если у неё есть мод на максималку, то это было бы... Ну, вообще машина розовая, как бы, да, на секунду. Ну, так, чисто для прикола. Так, 190, 200. Если, ребят, у неё только мод заточен на максималку на кочках... 260, 279. Машина стоит, по-моему, 1 600 000. Ну, чё-то не, ребят. Это явно не наш вариант заднепривод. Чё-то какие-то моды очень слабенькие стоят. Всего лишь 280, 290 едем. Ну, такое себе. Чё-то я чутка потерял ту машину, которую я хочу. Но, по-моему, вот это вот она. Это у нас, получается, Рысочка 7. Ну, она едет, ты знаешь, ну, хорошо, неплохо, так сказать. Без всякой фигни. 320, более чем достаточно. Всё, я её беру. Без вариантов. Ну, чё, пацаны, делаем вот так вот. И просто вальяжно на кайфах катаемся на испытаниях. И я просто выигрываю этот день. Бам! Просто вот так вот... На, нахуй, ментёныш отправился вот так вот на кабрике с кайфом. Сейчас её немножечко перетюним, потому что мне не нравится в таком белом цвете. Мы ещё сделаем жёлтая. Она должна быть жёлтая. Но это я уже записал. Не буду с нами, главное, я тачку купил. Всё. Осталось чуть-чуть затюнить её и W будет. Ребят, мне просто кажется, знаете, здесь 100 бет, один ответ. Вот просто всегда тебе на помощь придёт Audi RS6. Просто, понимаете? Просто берёшь вак и едешь просто, понимаешь? И как раз госцена 4 миллиона. Продают её за 3,5. Я, ребят, даже долго, ну, как бы церемониться не буду. Наверное, я просто возьму и куплю себе эту машину. Всё, ребят. Теперь эта машина у меня. И, блядь, понятное дело, что я особо не отличаюсь креативностью. Ну, я, честно, искал, ребят, ничего нормального абсолютно не нашёл. Ну, что ж, дамы и господа, время подошло к концу. А теперь давайте встретимся с ребятами, посмотрим, кто по итогу, что себе взял. Олега Порш. Какой Порш? Чего ты решил-то вообще это? 911. Здрасте. А, это говно, я его видел, да. Здрасте. Сегодня день Audi. 3, Audi. Ну, там реально Audi было слишком много. Я вот прям как знал, что все Audi, выживаю. Я вот эти все машины, которые стоят, я их все тестировал. А, ну, получается у нас R8. А я тестерил вот эту вот R8. Это, подожди, это, это четвёртая или шестая? Это шестая. Это R6. И это седьмая. И, соответственно, Porsche. Ну, что ж, парни, я напоминаю, то, что сегодня все эти машины выставлены... Спасибо. Выставлены на код. И только один из нас заберёт сразу четыре тачки. Так что, друзья, пожелайте каждому из нас удачи в испытаниях. Ведь они начинаются. Итак, дамы и господа, мы готовы начать. И первое состязание в нашем сегодняшнем списке. Это гонка. Ой, понты, пошли, понты, пошли. Мы живём в солнечном штате. Дождь отбывает крайне редко. И так, я запускаю гонку каждому из нас желаю удачи. Да победит сильнейшей ставки слишком высокие. Всем пока. Конечно, смотри, что он делает. Хочем мы такие мужики, что он делает. Хорошо, хорошо, соблюдать. Я предупреждал олег в прошлом ролике. Хорошо, хорошо. Понимаешь, комент, олег, вы все написали. Куда вы меня чекпоинт-то выдолкнули, дебилы? Смыска, уже стали Олега. А почему? А почему? А почему? А почему? Максим, да, далеко не увидишь. Я тебе сразу говорю. А что, что писали? Ну, то, что я все правильно сделал, писали, воеваешь? А, да. Окей, базаром. Ах, ты скотина, Олег, конечно, сразу. Ну, давай, Максим, подожди, ты что, а ты оскотинился? А что не так? А что не так? Ой, а что там перевернулось? Что там? Что перевернулся? У нас диалекты подрезал, что ли? Да, я подрезал. Ты что, мразь? Я подрезал. Так он первый начал эту войну. Первый меня подрезал. Я прохалю. У меня же записи есть, вообще, да. Мы снова будем собирать судебное колесо. О, мак, суебался там. Нет, пожалуйста, без судебного колеса сегодня. Я скажу так, что у нас трасса, сразу говорю, она реально большая. У нас сегодня маршрут очень большой и очень запутанный в моментах, так что желаю каждому... Олег, ну как обычно, в лосс Сантоси же правильно. Да, но... Никакого разнообразия у меня лагает, пиздец. Так у тебя везде лагает, ты понимаешь? Везде обердом нет. Паша, чему они научатся править эту машину? Нет, она очень тяжелая. Ну и, конечно, ну, естественно, вот именно со мной надо, что надо было, чтобы такое произошло, конечно. Блядь, да зачем? Ага, я за них плохо, друзья. Ты долбоем, ты меня перевернул. Ты долбоем, ты меня перевернул. Ты долбоем, ты меня перевернул. Ничего страшного. Ну, подожду, я не понимаю. У меня дальше смысл уже нет. Есть, 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 Андрей, понимаешь, смысл. Я на крыше лежал долго переворачивался. Смысл есть. Ну, куда-то едешь, ты видишь, что я справа, поправа, полосе доеду, да? Олег, Паша, Паша-то орань, он разрешил. Зачем? Так нет, смотри, Макс, я начал не первое, что это войну, а ты же начал. Ты первый начал, ты первый, а я не знаю. Паша, молодец, караж, пожалуйста. Спасибо, Олег. Тормозом, почему? В смысле, спасибо, я что сделала еще? Так ничего не сделал в этом-то и проблема. Ну, а я что, должен был держать тебя, что ли, на веревочке? А что это? Моё, Олег, Скуфи, сам такой Паша-Скуфи, блин. Четыреля машин не управляются, нихуя. Ну, так, а что ты выбрал-то такую-то, я вот этого понять не могу, а? Были нормальные машины, были нормальные предложения. Ой, блядь, Паша, она с тобой выгибался. Ну, конечно, 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 чекпоинт надо было пропустить, но, естественно, как я не понимаю, я проехал чекпоинт, он... Чекпоинт, чекпоинт. Блин, вот тот сейчас опасный участок, да, сойдет, потому что здесь очень узко. Так, ну что, пора выходить, походу, из игры. Ну, начинается. Короче, здесь аккуратненько едем, аккуратненько в кондициях, мы чисто держим себя вот так вот просто. Блядь, ебал, я, брат, эту гонку, нахуй. И ее создатели тоже, блядь. Ах, я прицел. Я ебал, ебал, я ебал, я ебал, я ебал, я ебал, я ебал. Хочу сказать сразу, чтобы никто не писал комментарии, что так нечестно, ты знаешь, маршрут они нет. Нет, я записал специально этот момент, каждый перед гонкой. Я бы смотрел, Олег, до 25-го чекпоинта, нахуй, дальше я не стал смотреть. Что, где давали, ну, так это с твоей отравленной гонкой. Ты постоянно норопишься, блядь, быстрее. Я не торопил, у меня все записано, я не торопил. Я не торопил, я не торопил. Максим, короче, просто понимаешь, макс, просто понимаешь, ну, это, ну, что-то просто поделать, а? Ну, надо сначала научиться водить машину, а уже потом участвовать в заездах, понимаешь? Алло, Олег, ты вообще даже в жизни не умеешь водить, алло. Кто сказал? Нет. Ты максимум руль держал вот этот игрушечный, ну, погоди нахуй. Я на лампе в Дубае как-то есть. А, бесправда, хочешь сказать? Нет, понятно. Ну, игрушечный, понятное дело. Правда, Олегка. Нет, там было специально выделено. Там был специально выделено. Уважаемое правительство. А куда здесь подожди? Там был специально выделен трек, где можно... Это было 5 лет назад, вы что прикалываете, что ли? А что ты типа вылазил? Со мной сидел опытный инструктор, Кирилл Варпач, так что все было под контролем. Он сам водить не умеет. Да он пьяный был. Ну, я, кстати, вот поспорил, по-соте, вот на самом деле. Кирилл Варпач, нормально водил. Разве нет? Нет. Ооо, вот это мы передадим обязательно. В Питере чаще бывает, чем я, вот потом и поговорим. Аккуратненько. Аккуратненько, там, короче, GPS-навигатор в некоторых моментах будет немного тупить, так что там аккуратненько. Да, боец, Максим ебаный, просто животное, блядь. А че звучало? Да иди нахуй, блядь. А че? А че звучало у меня в раз в него, ебаный? Я боец, меня закинул, блядь. Я в лоб-лоб в него уебался, он на участок попал. Да, как в лоб-лоб. Ты типа специально нам встретил? Я не знаю, Паша, блядь, ехал на меня, и я развернулся за ним, потому что она там на разворот, блядь. Дебилок высоко. А я не могу отсюда выехать. Когда-нибудь, когда-нибудь мы обязательно увидим, как все научатся водить, но это будет не скоро. И когда-нибудь, Андрей, перестанет ныть. Но когда-нибудь, это когда-нибудь обязательно произойдет. Хорошо мне не выехать отсюда. Попробуй что-нибудь сделаю, я не знаю, придумай что-нибудь. Ну, пускули, давай, 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 давай. Я поехал. Ох, блин, что тут происходит? Аккуратно. Ты, Максим, всегда идешь на... Не, Андрей, 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 хочешь, мы в следующем заезде просто будем Максимом? Ну, подрезать ПКД просто, понимаешь, так сделаю? Вы охуели? Дайте мне, дайте с чем-то езди мне фору в минуту. О, ничего себе! Бля тебе. А с чего это такая, это, вообще, путь, я не буду. Ладно, я умер очень, все, я выхожу там. Ну, просто, это реально не выйти из-за этого. Ну, куда ты выходишь, да? Да попробуй, пробуй! Что, пробуй, тут, блядь, забор 3 метра. Эвакуируй машину, съездит до дома, хуй знает. Три метра забор! Я просто залетел на участок, где, вот, у меня, блядь, 2 на 2 здесь, нахуй разворот, блядь, все. Да ни хуя не делай. Ну, это анваг, это жесткий анваг, понимаешь, ну, тут, что поделать. Андрей, ты даже понимаешь, что у этих гонгов, и вы, знаешь, что ты понимал, Олег, я упался с очень большой высоты, я прям улетел, как мячик от Майкла Джонса в корзину. У меня просто интересно, а кто где вообще едет, вот сейчас, ну, Андрей, понятно, а вот Паша, у вас. Я по горам еду. Просто Макс животное, да, просто Макс животное давно в руках не обсирался. Ну, и сейчас, Андрей, мы с ним разберемся, обязательно, не переживай. Да вы охуели против меня, нахуй, я, Олег, подрезаю, крайне редко, не буду обезьянцев против Максима. Он постоянно, каждую запись, блядь, ноет. То, Андрей, а можно, Андрей? А Максим, а можно, пожалуйста, не сильно так жестко подрезать, блядь, так далее? Олег, это ты про кого сейчас? Угадай нам. Нет, подожди, это ты про кого, подожди. Всё, ладно, короче, заезжает запись. Прямая трансляция завершена, спасибо за просмотр. Андрей Золик, блядь, я Олег Золик. Золик! 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 Золик, ты фанат. Так, не надо, скажите так, не надо, всё, делать. Долбоёб, ебаный, сука, урод на шкоде, блядь. Вы будете догонять вообще или нет? Я чё-то вот этого понять не могу. Чего просто повезло, нахуй. И он, говорю, вы будете догонять? Везло? А где повезло, подожди? Чисто, блядь, скила ноль, нахуй, чисто лаки, просто момент. Ммм, за что ты говоришь? То есть, мне повезло, да? В каком моменте конкретно? Олег, иди свою просто пешку, вот эту между ног, нахуй, наяривай, на видосы найк-прона. Пешка! Лакс, ну я, конечно, поставлю, а что там пешка, там либо слоу, либо король, ахахахахахахаха Сочувствую, какая разница какой-то, там же главное не это, понимаешь, что... Главное не размер, да, главное. Это в твоём случае, Андрей. Олег, у тебя пешку, у тебя конец широкий, а он в середину узких, я не учусь. Ты что-то не в Тарусу, да, разговоры у нас, пошли, по-моему, в Горусу. Андрей, ты вообще где? Да я всё, я уж там, у меня машина там... Там бассейн есть в доме, Андрей, куда ты попал на территорию, может, пока по челится там отдохнуть немножко. Всё, все. Ты мне-то за что спасибо говоришь, я-то как тебе мог помочь в гонке? Там строго только помощь, ну, Максиму, как и зад... трога вернуться за другом мог вернуться за другом и вместе могли бы тоже просил нужно ошибка может быть тотальная фатальная 500 секунд гонка не рекорд по времени так или иначе я еще раз повторюсь я записал ваши слова когда вы сказали что я пожалуйста итак 2 едет у нас паша паша приближается уже постепенно к финишу а максима даже не видно на горизонте но когда-нибудь мы его видео андрей я думаю то что нет смысла продолжать дальше гонку сейчас паша финиширует и как бы тут все и так понятно значит паша приезжает 2 максим приезжает 3 не финишировал 549 секунд время паша и соответственно вот такой вот результат у нас где-то а ну вот все и вот максим тоже у нас приезжает финиша ну чтож именно так заканчивается наш первый заезд впереди нас еще два испытания так же давайте смотреть чем же они закончатся ну что ж друзья второе состязание оффроуд гонка но уже в обратную сторону значит мария ай ну давай я тебе могу также показать а я могу всем показать это и будете видите когда будет позади меня и глотать мою пыль итак мы едем в сторону байкерского клуба но соответственно после того как мы проезжаем мост мы должны сделать поворот направо на втором повороте то есть вот здесь трассу все я надеюсь прекрасно поняли мы едем байкерскому клубу не сокращая ничего нет и так насчет 323 я ж так и знал что так и будет настолько читаем а как просто как открытая книга извиняюсь простите вы просто вылетаете везем раз авто я утонул реально нет я не ты а пикс лоджинс олег кофе мне не жалко четыре лям не похуй ах ты ж засранец какой а а ты думал олег после фразы бомбана говорит на экстраба у них паша не лезь куда не надо пашу но андрей кстати может догнать мы можем сейчас разложиться здесь дальше дальше прямо 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 вы уже мост проехали да да так все все до обгонять окошечко нет еще нет 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 еще нет нет все вот ну вот так вот разъебись а я уже по ним проехал подожди под каким большим мостом ты про какой мозг под первым они там поездки вы идиотина ты такая 10 раз ты объяснил да я понял я понял зачем мне объяснять все как ребенку зачем мне объяснять все как ребенку не надо поехали андрей поехали мы финишируем да просто конечно это был реальный риск вот это вот реально на мужика было сделано я сказал нужно время нужно место и я спас Паша нормально а че что Макс это не спас подруга твоего уши вода а че ты сквал он не там ехал там я еду но не там ты едешь но если ты Пашу подобрал не в том месте поворот за мостом я повернул я тебе сказал 10 раз второй поворот за мостом я тебе сказал 10 раз второй поворот второй набрал нахуй это было ощущение поехали бы так же по обратному привычному нахуя менять я не менялась тут я и кубля такую хлебушка хлеба больше это весело это весело это очень там я принесли в этом скорой не выйдет я почти приехал смотри мы обычно начинаем смотри включай нас там вот я правде ну вот он единственный кто выжил получается да ну что ж тогда получается следующий результат первое место у меня второе место у Андрея третье место у Паши потому что Паша доехал в машине Андрея и четвертое место ну четвертое место получается у Максима вот такой вот результат нас впереди ожидает финальное состязание поэтому давайте отправимся к нему ну что ж дамы и господа леди и джентльмены мы готовы приступить к финальному состязанию и это гонка вокруг всей карты соответственно мы начинаем с этой автобусной остановки и наша задача это добраться до казино соответственно до вот этой наше место встречи ну что ж готовы или нет раз два три Андрей крысом даже никто не подрезал ничего себе удивительно я догоню его Андрей я разберусь с ним не переживай я все сделал Андрей ваш делу Андрея надо ли не надо завоз пошел завоз пошел спасибо ничего и ничего Андрей но мы его подрезали ты же плакать будешь давай 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 ты сначала догони ну не надо так у меня машина быстрее ну ты сначала догони я тебе ничего не делал я смогу я еще раз его подрежу не переживай я попробую сделать так что ты могу рвать давай 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 можешь осилишь это не по твоим олег я не хочу чтобы потом просто такой говорят гонки нелегально керсти даю добро давай делай делайте нелегальные я вообще не вижу даже колеса и где-то лежа еду впереди ваша идиот а у меня макс ну все макс мы все в четыре видео нормально нормально надо надо ты меня подрезал олег на эти момент здесь здесь много весовозов можно есть его есть шанс столкновения много мамовозов сколько ты едешь макс мамовозов а подлогала ебать подлогала вот у меня тоже там подлогалось а мне ничего не подлогала мы кстати рядом все едем с одинаковой скоростью практически подлогала а если там поворот был алё там был подлогал я перед поворотом притормозил я хочу сказать красиво ты улетел андрей ты его обогнал андрей я видел где макс он поехал на его тоннеле по левой части а я в тоннеле въехал а ты до его правой ну а ты его ближе ты его а как ты его не обогнал он там улетел так что вообще же у него максималка больше у меня 305 307 короче а подожди я подожди я даже был до того уважать газ чтобы улететь от твоего столкновения я улетел в небо в небо я же так и сделал я умом поступил я видел что ты показал себе не с мужской специально придумали конечно 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 для трусов олег но я понимаю я понимаю ну что мы подъезжаем финиш на паша уже финишировал поле баса на паша уже приехал 1 нет вы у меня обрезались около финиша реально я я его обогнал я вот чего лазика не может быть 1 приехал что ли опять я второй а как это возможно паша ехал впереди прям с нормально такую дистанцию прям урвался улетел я указе к и да но у меня врезались ну чтож ладно если так то получается результат это гонки такой что первое место снова у меня второе место у максима третье место у паша и четвертое место у андрея вот такой вот результат наших сегодняшних испытаний три победы в трех испытания и это означает что я забираю все машины себе ну что ж дамы и господа так как победитель сегодняшний гонок являюсь я я жду передачку ключей от ваших автомобилей давай паша ты соответственно 1 1 7 тебя развивается в мой гараж отлично вот она эра седьмая 2020 года мы ее покупаем а это и есть а что блин а что блин надо было нормально водить давай мальчество твою машину и жду пылядь не окрашнула ой да конечно крашнула конечно ничего на суде машину я жду максим перезагоди я не окрашнула я жду перезагоди так смысл я забрал машину паша забрал машину андрея осталось только машину макс забрать еще ребят собираем последнюю эра силу и максима мне насколько продать хотела мне денег нет валялась 4 миллиона за доллар я успел 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 именно такой ролик сегодня получился поставили лайк и подписались на огром спасибо за все до скорой встречи всем пока 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 пока